Повернитесь друг к другу и скажите, «Я благословен». Повернитесь в другую сторону и скажите, «Вы тоже благословенны, если вы спасены?» И в другую сторону, «Если нет, то примите спасение, и будете благословенны, как я». Что вы смотрите на меня с таким видом? В чем дело? Хорошо. Итак, вот что произошло, когда Авраам встретил Мухиседека, первосвященника. Который есть прообраз Христа, нашего первосвященника. Второй стих, которому и десятину отделил Авраам от всего. Десятую часть. Десятина определяется как десятая часть. Именно этим и является десятина, десятой частью. Моя десятина будет 20%. Вы не можете так говорить, потому что десятина — это 10%. Когда 20% — это уже не десятина. Десятая часть. Десятина означает десятую часть. Итак, «Которому и десятину отделил Авраам от всего». «Мухиседек, первосвященник, дал что?» «Мухиседек, первосвященник, дал что?» «Авраам дал что?» «Десятую часть. Десятину». Послушайте. «Которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени, царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию. И вот, обратите внимание, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Писание говорит, «Этот человек очень важный, и раз Авраам дал ему десятину от добычи, получающие священство из сынов Левиных». Теперь мы говорим о законе, о левицком священстве. В течение тысячи лет священники были из колена Левиина. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых. При левицком священстве под законом была заповедь брать десятину с народа. Под законом есть благословение и проклятие. Благословение, если вы делаете и слушаетесь, проклятие, если не делаете и не слушаетесь. Мы понимаем, что раз была заповедь о десятине, и если вы давали ее, вам было благословение. Но если вы не давали десятину, на вас приходило проклятие. Вот так происходило под законом. Шестой стих. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама Мы говорим о Мелхиседековом священстве, а не о левийском священстве Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама И благословил имевшего обетование Интересно Вы видите десятину при священстве сынов Левиных Но также вы видите имя Мелхиседека, который не под законом Он не является частью левийского священства Мы видим, что он получил десятину от Авраама Продолжим Без всякого же прикословия, меньший благословляется большим Кто из вас знает, что мы меньшие, а Иисус, наш первосвященник, больший? Аллилуйя! Слава Богу, что Иисус, наш первосвященник, есть больший И мы можем получать благословение от Него И здесь десятины берут человеки смертные Левицкие священники были людьми смертными, и они получали десятину И здесь десятины берут человеки смертные А там, имеющие о себе свидетельство, что он живет Совершенно ясно, Мелхиседек получил десятину от Авраама А при левицком священстве, согласно закону и заповеди о благословении и проклятии Те смертные люди тоже получали десятину Хорошо, девятый стих И, так сказать, сам Левий, левицкий священник, принимающий десятины Автор говорит Я хочу вам напомнить, что эти люди, произошедшие от Левия, принимавшие десятину Они заплатили десятину, будучи еще в чреслах Авраамовых Он говорит Еще до того, как они родились В день, когда Авраам дал десятины Мелхиседеку Те, кто были в чреслах Авраама и еще не родились, они были благословены Аллилуйя Благодаря тому, что сделал Авраам еще до их рождения Поэтому, дамы и господа Аллилуйя Ваши дети, которые еще не родились Или уже родились Они получат выгоду от того, что вы даете десятину А как называется эта выгода? Она называется благословение Поэтому вам не надо беспокоиться о своих детях Как бы они себя ни вели, где бы ни находились Благословение однажды поймает их на крючок Они будут пойманы, подобно тому, как рыбак ловит рыбу Потому что они принадлежат Господу И это произошло еще до их рождения Хвала Господу Не тревожьтесь После того, через что пройдут ваши дети У них будет собственное свидетельство Помните о том, что семя праведных спасется Дух Божий изливает помазание на ваших детей прямо сейчас Я хочу, чтобы вы поняли Ваши дети избавлены из руки врага Бог использует ваших детей Аллилуйя Они будут любить Бога и совершат великие подвиги Возможно, они этого еще не знают Но когда это случится Когда придет этот день Тогда они не смогут поступить иначе Они будут идти Божьим путем И вы будете знать Это произошло благодаря тому, что я делал Когда мои дети были в чреслах моих Это дало мне гарантию, что мои дети принадлежат Иисусу С ними все будет в порядке Продолжим дальше Десятый стих Ибо он был еще в чреслах отца Когда Милхиседек встретил его Теперь послушайте Одиннадцатый стих Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства Ибо с ним сопряжен закон народа Когда был дан закон То какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека А не по чину Аарона именоваться Итак, у нас другое священство Которое произошло не от Левия Значит, произошла перемена священства, верно? Послушайте дальше Потому что с переменой священства Необходимо быть в перемене и чего? Закона Ибо тот, о котором говорится сие Принадлежал к иному колену Из которого никто не приступал к жертвеннику Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина Не Левиина О котором Моисей ничего не сказал относительно священства И это еще яснее видно из того Что по подобию Милхиседека восстает священник иной Подумайте о том, что здесь сказано И мы должны быть послушны этому Все священники в течение тысячи лет были из колена Левиина И все они действовали под законом Писание говорит С переменой священства необходимо быть в перемене и закона Наш первосвященник Иисус Вопрос Произошла ли перемена священства? Потому что Иисус произошел из колена А не из колена Раз произошла перемена священства А при Левицком священстве есть закон о десятине Раз произошла перемена священства Теперь первосвященник Иисус Только не знаю, почему вы ею удовлетворяетесь Ведь там такие слова Проклятием вы прокляты И эти слова не могут быть о нас Потому что кровь Иисуса удалила всякое проклятие Эти слова не могут быть сказаны о нас Когда вы читаете слова Проклятием вы прокляты Говорите Это не обо мне Это не о вас Потому что Иисус Господь в вашей жизни А поскольку Он Господь в вашей жизни Он понес ваше проклятие на кресте Так что нет на вас никакого проклятия Но вот как люди рассуждают о десятине Они говорят, что вы будете прокляты Что вы после смерти пойдете в ад И говорят обо всем плохом, что с вами будет В результате вы говорите Лучше уж я отдам десятину Почему? Я боюсь Ух Давайте откроем 14 главу книги Бытие И прочтем об этой битве Узнаем, что здесь происходит Нам необходимо помнить о том Что произошла перемена закона Вы знаете Когда люди спорят о десятине Суть их спора в том Следует ли отдавать десятину по Моисееву закону Или нет Этот спор я могу решить очень быстро Вам не надо отдавать десятину по закону ливийского священства Почему? Потому что вы не живете под этим законом Почему? Потому что произошла перемена священства Почему? Потому что с переменой священства Необходимо быть в перемене и закона Если вы отдаете десятину по Моисееву закону Прекратите Скорее всего, ваш пастор вам этого не скажет Потому что он думает так Надо держать их в страхе Надо, чтобы они боялись Надо держать их в страхе Если я не буду держать их в страхе Они не будут отдавать десятину Нет Если вы будете держать их в страхе Они уйдут из церкви Потому что скажут Не нравится мне ходить в церковь Где надо бояться Правильная вера равняется правильной жизни Если вы неправильно верите Вы и жить будете неправильно Что ж, давайте откроем книгу Бытие Скоро мы узнаем, как Авраам И вот что я вам скажу Впервые благодать появилась не в Новом Завете Благодать являлась на протяжении всей этой истории Ветхий Завет — это скрытая благодать Божья В Ветхом Завете сокрыт Новый Завет В нем сокрыт Иисус Открыто все в Новом Завете Вы увидите благодать Божью в этой истории До закона Вы увидите благодать Божью в Авраамовом Завете Где она повсюду Послушайте Бытие, 14 глава Начнем с 18 стиха И Милхиседек, царь Салимский Вынес что? Хлеб и... Хлеб и... Когда вы видите причастие Вы знаете, что готовитесь приобщиться к Богу, верно? Так и здесь должно было произойти приобщение к Богу Он был священник Бога Всевышнего Подобно тому, как Иисус, наш первосвященник 19 стих И Милхиседек благословил, наделил силой достигать успеха Его, Авраама И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего Владыки Неба и Земли Здесь я сделаю паузу И хочу, чтобы вы повторили за мной Я Есть Владыка Неба и Земли Скажите, я есть Владыка Неба и Земли Некоторые из вас потрясены, потому что вы думаете Иисус Единственный Владыка Неба и Земли Вам необходимо что-то понять Библия говорит, что мы во Христе А что это значит? Если я возьму этот платок и положу в эту книгу, в Библию Это будет значить, что с этого самого времени Что переживает эта книга То переживает и этот платок Что бы ни произошло с этой книгой, тоже произойдет и с платком Если я брошу книгу на пол, то и платок окажется брошенным на пол Если я по почте пошлю эту книгу в Вайоминг То и платок попадет в Вайоминг Если книгу отправят в космос Платок тоже отправится туда Если я брошу книгу в воду, и она намокнет То и платок намокнет По-другому и быть не может, потому что платок в книге. Переживаемая книга будет переживаться и платком. Теперь, когда я во Христе Иисусе, все переживаемое Иисусом становится моими переживаниями. Аллилуйя! Он был вознесен, и я был вознесен. Он был посажен на небесах, и я был посажен на небесах. Все, что переживает Иисус, переживаю и я. Иисус — владыка неба и земли. Его переживания — мои переживания. Я владыка неба и земли, потому что я в Иисусе. Я посажен на небесах вместе с Ним. Я был воскрешен вместе с Ним. Нет ничего, испытываемого Иисусом, чего не испытывал бы и я, потому что я в Нем. Я это знаю уже два месяца. Хорошо, где мы? Скажите еще раз. Я — владыка неба и земли. Однажды я был в ресторане, и официантка спросила меня, «Как у вас дела?» Я сказал, «Я — владыка неба и земли». Она сказала, «Ого!» А на самом деле, что он о себе думает? Потом я добавил, «Я — самый богатый человек из всех, кого вы встречали». Она спросила, «Почему тогда вы не купите этот ресторан?» Я сказал, «Незачем. Мне просто нравится приходить сюда. У меня нет времени объяснять всем и доказывать, когда спрашивают. Он на самом деле говорит правду?» «Да, я говорю вам слово Божье, а оно есть истина. Аллилуйя! Я — владыка неба и земли, и буду, соответственно, себя вести. Я не буду вести себя как нищий, несчастный и банкрот, потому что вам так нравится. Нет, если я смогу себе позволить, то буду носить дорогие часы. Я не буду поступать так, чтобы это понравилось вам. Я поступаю по слову. Я стараюсь делать так, как делал Авраам. Я буду жить в полном согласии с тем, что говорит обо мне слово Божье. Я владею небесами и землей. У меня такая же власть, какая есть у Иисуса. Потому что если бы Он не хотел, чтобы я обладал тем же, что и Он, ты не позволил бы мне быть в Нем. Но поскольку я в Нем, и с того, что делает Иисус, нет ничего, что не мог бы делать и я. Я могу воскрешать мертвых. Я могу говорить горам. Аллилуйя! Мне незачем говорить о моих горах. Я могу говорить им и приказывать уйти с моей дороги, потому что я во Христе Иисусе. Когда вы начнете так себя вести, тогда и увидите чудеса. Но если вы продолжите жить, говоря, «Я всего лишь человек, всего лишь человек, всего лишь человек», просто человек. Раньше я был всего лишь человеком, но теперь я во Христе. Я — Супермен. Дитя Божье. Давайте закончим это местописание. Слава Богу! Что же происходит? Слава Богу! Это благословение в вас проявляется. И вы знаете, что-то с вами происходит сейчас. Благословение проявляется. С вами что-то произошло. Вы можете выйти отсюда с мыслью, «Ой, что же мне делать с этим?» Или «Что надо сделать?» «Что, что, 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 что?» «Что?» «Что?» Своим неоплаченным счетам вы скажете, «Будьте оплачены». Кто-то скажет, проповедь пошла не так, как было обещано. А вы подождите. Так на чем мы остановились? Владыка неба и земли. Прочтем. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Владыки неба и земли. Какое мощное утверждение. Представьте, какой была жизнь человека, который был владыкой неба и земли и даже не знал этого. Вам необходимо жить, зная, что вы владыка неба и земли. Что свяжу на земле, будет связано на небе. Что разрешу на земле, будет разрешено на небе. Вам надо начать видеть себя, как владыку неба и земли. Вы владеете небом и землей, и не можете получить 20 долларов? «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, который...» «Благословен Бог Всевышний, который...» «Это важно, и на это надо обратить внимание. предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимай руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, «Я обогатил Авраама». Давайте вернемся к тому, что привлекло мое внимание. Я хочу, чтобы в 20 стихе вы увидели благодать Божью, который предал врагов твоих в руки твои. Тут ничего не сказано о том, что Авраам сделал это, но Бог явил ему благодать и благоволение. Бог, явив Аврааму благоволение, предал врагов в его руки. Давайте я объясню вам. Вот Авраам и с ним 300 слуг, рожденных в доме его. Вышел против царей, обладавших армиями. Вы подумайте. 300 слуг против армии. Потенциально он уже проиграл сражение. Нам даже незачем читать это все. Мы знаем, каким будет конец. Мы знаем, что конец будет плохим. Как же выиграть? Как победить? Как это произойдет? Не может он победить. Как это произойдет? Не было в его слугах ничего такого, с помощью чего они смогли бы победить обученных воинов. Но Библия говорит, что явилось Божье благоволение. Вот такой будет и наша жизнь в этом году, если мы сделаем то же, что и Авраам. Было явлено благоволение. Бог явил Аврааму благодать и благоволение. Он избавил Авраама и предал врагов в его руки. Было темно. Им было сказано выступить в темноте, и было темно. Никто не видел и не мог видеть, что происходит. Но когда все закончилось, Бог сказал, «Вот те, кто был против тебя, вот они, возьми. Я оказал тебе благоволение». Кому из вас Бог оказывал благоволение? Помните, что вы чувствовали, когда Бог делал то, что вы были абсолютно не в состоянии сделать? Вы можете себе представить, что происходило в душе Авраама, когда Бог оказал ему это благоволение? Авраам думал, «Меня ждет смерть, я ничего не могу поделать, выхода нет, все потеряно». Бог говорит, «Вот твои враги, я предам их тебе». И тут же Библия говорит, что Авраам принес десятину. Вы понимаете, что произошло? И что же творилось с Авраамом? Он говорил, «О, Господи, какая благосклонность, какая благодать ко мне, я должен что-то сделать. Мне нужно что-то сделать». Но откуда он узнал, что ему нужно было сделать то, что он сделал? Откуда он узнал о десятине? Еще не было закона, который говорил, что нужно приносить десятину. Этот закон был дан только через 500 лет после этого случая. Еще нигде не было записано, «Если хочешь, чтобы Бог благоволил тебе, приноси десятину». Как же он узнал об этом? Позвольте мне сказать вам, Адам и Ева знали, что правильно, а что нет. Ну, давайте спросим вас. Хотя никто не записал это для них. Вспомните, как Бог сотворил человека. Он взял плоть, вдохнул дыхание жизни, и человек стал душой живой. Получается, что Бог взял частицу себя и вложил в человека. Итак, весь закон и понимание добра и зла находилось в сердце Бога. И теперь это есть в сердце человека. Он вложил это в него. Поэтому не нужно где-то записывать. Это уже есть внутри нас на уровне инстинкта. У нас есть чувствование того, что правильно, а что нет. Адаму и Еве не нужна была запись о том, что нельзя есть плоды с определенного дерева. Они понимали, что хорошо, а что плохо на уровне инстинкта. Наверное, кто-то из вас смотрит на меня и думает, «С чего ты все это взял?» Бог вложил в мое сердце чувствование всего прямо из своего сердца, и мне не нужно письменного подтверждения. Кто-то думает, «Как ты умело все связал, одно к одному?» Каким образом к тебе приходят эти чувствования? Непонятно. Римлянам 2 глава 14 стих Может, кто-то понимает, что происходит. Римлянам 2 глава 14 стих и 15 Закон был дан язычникам. Он не был открыт. Простите, закон был дан евреям. Простите, закон был дан евреям, а не язычникам. Новый Завет дан язычникам. Чтобы возбудить веру в евреях, их нужно вернуть к закону и обетованию. 14 стих Римлянам 2, 14 Ибо когда язычники, не имеющие закона, так как закон дан евреям, а не язычникам, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послушайте это место в расширенном переводе. «Если он у вас есть, присоединяйтесь ко мне». Ибо когда язычники, не имеющие Божьего закона, инстинктивно делают то, чего требует закон, то не имея закона, они сами себе закон. Итак, не имея закона, они делают содержимое закона инстинктивно. 15 стих. «Они показывают, что главные требования закона у них написаны в сердцах и действуют там, о чем свидетельствует их совесть, их ощущение добра и зла, их моральные решения, аргументы, одобряющие или осуждающие мысли, которые обвиняют или вероятно оправдывают их». Обратите внимание на эти термины «инстинктивно» и «ощущение добра и зла». Авраам знал, что встретился с благодатью Божьей, он встретился с благоволением Божьим. «Бог отдал ему врагов». И Авраам знал, по ощущению добра и зла, что отдать эту десятину — это то, что необходимо сделать. Это он сделал инстинктивно. У него был инстинкт, «Я должен отдать часть добычи тому, благодаря кому получил всю добычу». Часть добычи должна быть отдана тому, кто оказал мне благоволение. Аллилуйя! Он знал, что поступить надо именно так. У него было ощущение, ему не нужен был писанный закон. Он инстинктивно знал, вот что я должен сделать.